Приветствую вас. Я думаю, что в основе вашего болезненного момента находится низкий подход к эму. Себе, некий подход к отношениям между мужчиной и женщиной, некий подход по отношению к себе, некий подход по отношению к жизни, по отношению к своим чувствам, маме и так далее. Мне кажется, что как будто бы вы обесцениваете то, что вам важно, подменяете то, что вам важно чем-то другим. Мне сложно сказать, чем именно вы подменяете, но чем-то другим подменяете. Такое ощущение у меня возникает. Вот. И после этого расплачиваетесь. Расплачиваетесь за свой выбор тем, как реагируете на действия. В том числе и свои. То есть, казалось бы, вы делаете то, что вы хотите, но есть мнение. Мамино, да? Мамино, да? Мамино мнение для вас важно. Важно. Почему-то. Вот чем для вас важно? Важно. Мамино. 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 И можете ли вы важность ее мнения реализовать через, через, ну, допустим, такую вот попытку соответствовать ее ценностям. Большой вопрос. Кажется, если бы вы были уверены в успешности этого, то не испытывали бы вину, да? Просто делали бы сразу то, что мама считала, ну, то, что мама посчитала правильным быть. И все. А так, поскольку не делаете, вот, то где-то в глубине души, знаете, что таким образом, внимание, мамы, признание ее вас уже не получится. И чтобы подтверждать то, о чем вы сомневаетесь, нужно снова и снова получать одобрение вашей мамы. Ну, это такая довольно-таки деструктивная позиция, как мне кажется и видится, вот, в том смысле, да. Что, ну, вы достойны, как мне кажется, ну, большего, мне кажется, вы достойны того, чтобы чувствовать себя самостоятельно. Вот, но для этого вам понятно, ну, по понятным довольно причинам, вот, желательно бы научиться себя слушать. Желательно бы научиться быть более, ну, как бы, сказать, более воспринимчивой, может быть, более воспринимчивой к себе. Вот. Так, мне кажется, можно было бы ответить здесь на ваш вопрос. То есть, чуть повышенной, оно, в данном случае, выполняет такую, я бы сказал, функциональную историю, это функциональное, ну, это функциональное чувство, которое, как мне кажется, кажется, сохраняет статус-кво для вас. Вот, вопрос, конечно, заключается в том, что из себя этот статус-кво представляет, да. Потому что, ну, как правило, чувство вины связано с гневом. То есть, чувство вины возникает там, где есть гнев, чувство вины появляется там, где есть, ну, соответственно, злость. И мне кажется, что как раз-таки неплохой бы задачей для вас было бы посмотреть, а где, собственно, где вы подавляете в себе гнев, где вы подавляете в себе волос, где вы не выражаете. Ну, вот, мне кажется, мне кажется, кажется, что одним из мест, где вы подавляете в себе гнев, это отношение с вашей мамой. Второе место, где вы подавляете гнев, это, ну, вероятное отношение с мужчинами. Я не знаю, я не знаю, мне так кажется, я сейчас понятное дело, что только предполагаю. У меня нет, ну, более надежных, как бы, аргументов, только предположения мои. Поэтому вы можете оспорить, вы можете дать обратное слово, я думаю, что это вот обсуждение, любое обсуждение, оно будет полезным. Вот. И, ну, было бы здорово обсуждение на чат, вот, например. Так что, такая вот задача, как мне кажется, здесь есть позиция, что вы что-то блажнее своей мамы. Понимаете? И, как бы, я не знаю, может быть, вы действительно что-то должны, ну, потому что я правда не знаю, я правда не знаю. Вот. И, может быть, так обычно, что вы стараетесь бороться с этим чувством, да, что вы своей маме что-то должны, вот. И стараетесь с этим бороться, стараетесь с этим отмахнуться. А, и в итоге это вас очень сильно, ну, давит, что ли, да. Вот. А, может быть, стоит, эм, взглянуть в глаза. Тому, от чего вы бежите. И, может быть, может быть, тогда ситуация станет получше. А, не факт, конечно, что она станет получше, но, может быть, это вам поможет. Давайте ещё раз. О, значит, так. В течение шести лет я только встречаюсь, что расстаюсь с одним и тем же мужчиной. А вас устраивает такие отношения, ну, только на сексе? То, что вы тоже встаете, что опять сходит с вас, устраивает такие отношения? Или вы чувствуете, что можете, ну, больше, что вам хочется больше? Вот. То есть, как это работает-то? Потому что, ну, вообще, это, наверное, не очень удовлетворительные отношения, когда в течение шести лет вы встречаетесь с родственниками, а по сути отношения не развиваются, не двигаются куда-то вперёд. Дальше. Год назад он предложил сожительство, и я на вас согласен. А дальше вы пишите про то, что человек начал качать прода, и это привело в дальнейшем то, что вы говорите, что. То, что человек, как вы говорили, что, есть, как и вы видите, что-то здесь, а вы пишите с теми. Ну, мне кажется, что-то это в следующем. Вот, вот, это, что-то, что-то, и я вам сейчас советую, были к сожительству. Насколько вы сами готовы были к такому типу отношениям. Дальше. Так, одному я... Ну, значит, мы не успели, насколько я твой правил, а что конкретнее делал и как она на это реагировала. От мамы я ничего не скрывал, и она проникла в к этому вещению очень негативными чувствами. Здесь опять же вопрос, насколько все это было бы естественно. Если близкий человек. Близкий вам человек. Говорит, что его обижают. К примеру. То... Естественно, Валентина, что... Появляется... Ну, появляется негатив. Это нормально. Так, два месяца назад мы помирились и опять встречаемся для секса. Знаете, вот вы говорите «помирились», а что... 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 Что вами вкладывается в это понятие «помирились»? Да. То есть, ну, вот я хотел бы... Хотел бы понять, что вы вкладываете в это. Помирились в это... Это... Как... Ну, то есть... Что вы имеете в виду? Я... Ну, вот... Это меня... Кажется... Да-о-о... Говорят в том... Его�에... Говорят о том... Что... Что... Помирились,... Вот... ...что... Что... Вот... Помирились... Вот... Мне кажется... Нужно будет поисследовать и разобрать. Ну а дальше всё у вас по накатанной плане того, что вы нечестны с собой и нечестны со своей мамой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.